Джульетта ждёт своего любимого, хотя, судя по позе, по-моему, она снимается в рекламе. Тебе скучно и одиноко? Нечем заняться? Позвони мне, потому что мне тоже скучно, одиноко и нечем заняться. Но телефон Белл тогда ещё не изобрёл, поэтому просто отправь мне голубя на короткий номер 3344. Никто ничего не отправляет, не приходит ни к один мужчине, поэтому она решила на всякий случай подготовиться. Она накрасила ресницы. Смотрите, друзья, это единственная девушка, которая, когда красит ресницы, не открывает рот. Накрасила ногти, сделала маникюр, сделала педикюр. А просто вот так вот, да, просто? Просто сделала маникюр, друзья. И так сойдёт, потому что всё равно никто не приходит. На всякий случай сделала депиляцию. Одну ногу она побрила обычным бритвенным станком, на другую нанесла депиляционный крем. Как вы видите, прошёл месяц, никакой разницы, никто не появляется, Ромео всё нет и нет. А шансы встретить любовь до гроба с каждым днём всё увеличивается, увеличивается. Никто не приходит, она решила посмотреть, где же наш Ромео. Она посмотрела в окно, а окно его там нет. Посмотрела в другое. Смотрите, как близко окна в её квартире. Это малобюджетное, жили 18 века. Понимаешь, что его нет ни там, ни там. А, вот ещё сужается... О, это такое ощущение, что какой-то триллер, где стены сужаются, и очень мало времени остаётся. Она подбежала к холодильничку, открыла холодильник. А, на улице холодильник, получается. Открыла холодильник, достала оттуда баночку невидимого яда. Это баночка 18-векового Рево. Открыла баночку яда. Выпила её до дна. А залпом, что ли? Баночка падает. Наша Джульетту начинает колбасить, не по-детски, колбасить. И яд действует, она делает вздох и падает, засыпая мёртвым сном на своём ложе. Так и не дождавшись, пока любимый появится в её квартире. Казалось бы, всё, друзья, но нет. Где-то на другом краю Вероны Ромео на всех парах скачет к своей любимой на своём коне. Конь в данном случае это Стас. Запрыгивает на коня, запрыгивает. Запрыгивает на коня и скачет к любимой. Такое ощущение, что конь говорит «брось меня». Точнее, Ромео, брось меня, командир, но ничего не происходит. Он... Такое ощущение, что конь чего-то ждёт. Наш Ромео очень красиво привязывает коня в конюшне в стиле 50 оттенков серого. Привязывает очень красиво в стиле 50 оттенков серого. Ромео привязывает коня в конюшне. Очень дорог ему конь, но Ромео всё-таки знает, что пришёл к Джульетте. Открывает дверь в её квартиру. А ты смотрите, как близкая дверь к кровати. А, это тамбур. Вначале дверь, потом тамбур. У них нестандартная схема. Берёт её за руку, понимает, что что-то с ней не то. Проверяет пульс. Проверяет пульс. Пульса нет. О, Боже, что делать? О, Боже! Если бы он мог говорить, он бы сказал. Проверяет пульс в другом месте. Но и там пульса нет. О, Боже, что же делать? Думает про себя наш Ромео. Понимает, что пульса нет ни там, ни там. Он всё осознал. Он понимает, что покинула его любимая ещё какая-то температура. Видимо, это заразно. Что же произошло? О, нет! Поднимая выше руки, говорит про себя Ромео. И в отчаянии начинает рвать на себе волосы. Рвёт волосы, но это не помогает. Рвёт волосы в другом месте. Но и это не помогает. В отчаянии рвёт волосы на коне. Рвёт волосы на коне, но и это не помогает. Рвёт волосы в другом месте на коне. А это такой, да, конь, у которого там тоже всё в порядке. Понимая, что это не помогает, он в отчаянии достаёт кинжал. И со словами «не доставайся, что ты никому вонзает кинжал в коня». Вонзает конь покорно. Такое ощущение, что это сердечный приступ у коня. Он просто в шоке. Как так произошло? Поэтому падает и засыпает мёртвым сном. Если бы у нас была школьная учительница, она сказала бы, кто дежурный, сходи за мелом. Он «обведи коня», но Ромео всё осознал. Он понимает, что «о боже, что я натворил». Он в отчаянии понимает, что без коня, без жулет. Ещё и температура. Вообще всё плохо. Достаёт кинжал, напомню, он сейчас в коне. А, у него ещё один запасной есть. На всякий случай. Один для друга, другой для себя. В отчаянии. Подбегает ближе к любимой и вонзает кинжал в себя. Делает характерный звук и падает рядом с любимой, засыпая мёртвым сном. Но тут любимая почувствовала знакомый запах перегара. Понимает. Это он. Тот самый Ромео. «О боже, что произошло? Всё. Финита ля комедия», — говорит она про себя. Понимая, что осталось без Ромео, без коня, она в отчаянии достаёт кинжал. Напомню, он сейчас в Ромео достаёт кинжал из его тела. Достаёт. А, вытирает, правильно? Во всём нужна гигиена. Поэтому в отчаянии она делает вздох. И со словами «я ж теперь совсем одна» вонзает себе прямо в грудь туда, где купола наколоты. Вонзает, делает характерный звук и падает на своё ложе из последних сил. На своё ложе падает и засыпает мёртвым сном, так и не дождавшись, когда всё будет хорошо. Казалось бы, история зашла в глухой угол и истории конец. Но нет, друзья, есть персонаж, о котором мы не упомянули. Это волшебная крёстная фея Николай, которая парит над просторами Вероны, парит над просторами. Парит, залетает, залетает в дом, залетает. Такое ощущение, что крёстная фея сказана типа «залетает в дом к своей крестнице». Залетает в дом. А, не открывая двери. Это же волшебная крёстная фея. Залетает в дом. И что же она видит? Она видит три тела. Как сказал бы Дукалис, возможно, криминал. Она достает волшебную палочку. Потом вторую. Палочки Ибонитовы. Если их потереть, получается электрический разряд. Трёт. А, в себя. Такая вот, видимо, есть растительность на теле. И подаёт на Джульетту. Разряд. Подаёт на Ромео. Разряд. А, на Ромео чуть побольше. Ну, на коня в таком случае ещё чуть побольше. И на коня. На коня также разряд. Хотя ему, по-моему, минералки сейчас лучше. На коня. И все наши персонажи приходят к жизни. Что же они видят? Джульетта видит любимого, бросается в объятия любимого. А конь видит крёстную фею и бросается в объятия крёстной феи. Затем все наши персонажи запрыгивают на коня. А конь запрыгивает на крёстную фею. И все наши персонажи берутся за руки. И мчатся в далёкие дивные дали, где всегда светит солнце и хорошее настроение. Занавес, поклон, аплодисменты.